Вот в чем вопрос был, вот в чем была проблема курашитов, и на сегодняшний день у многих мусульман тоже. Некоторые бельджа, некоторые по незнанию это делают. Например, заходишь к человеку, например, не будем называть там нацией, но заходишь в прилавы, где он торгует, чем ты смотришь, аят-эль-Курси висит, тут же висит глаз такой, и тут же жаба стоит. Машаллах, всех богов, если отсюда прибыль не пойдет, отсюда пойдет. Как у одного висел такой Будда, у одного татарина висел, у одного мусульманина, но он по незнанию это. И папа, Аллах, еще с ним сел в машину, говорит, что это такое, ты же мусульманин. Он говорит, а вот ему по животу гладишь, говорит, деньги будут приходить. Говорит, что ты, говорит, денег у тебя нет, что-то плохо гладишь. Поэтому что? По незнанию человек эти вещи совершает, бывает. По незнанию, поэтому мы должны понимать то, что это что? Это щерк. Это предавание Всевышнего Сотоваривающего. И вот здесь вот вспоминаешь аят, когда человек тот перекрестился в самолете и думаешь, Субханаллах, сейчас самолет сядет, ему сейчас страшно, сейчас сядет самолет. Он вроде бы, когда ему страшно, он поверил, что есть Бог. А когда самолет приземнился, он опять пойдет людям, говорит, Бога нету, это опием для народа, взрыв и так далее. И здесь аят, один аналогичный, 1400 лет назад вернемся. Аллах говорит, когда садились на корабли, вот эти мучерики, вот эти язычники. Только Аллаха просили о спасении, с икласом, с искренностью, только ему, только у него. Забыли в этот момент, кто такой Лад, кто такой Уззя, забыли всех своих идолов. Когда мы были джахилими, когда мы были язычниками, мы даже делали для себя богов, идолов, из фиников, а когда проголодались, мы их кушали. То есть своих же богов, из теста, из муки делали, в путь отправлялись, просили у него, да и сохрани меня жизнь, а потом кушать, захотел своего бога съехать. Он сам себя жизнь не сохранил, как он тебе может жизнь сохранить? Вот Аллах говорит, когда садились на корабли, просили Аллах, спаси нас, Аллах, дай нам доплыть, страшно, волны, это тоже самое с самолетом, страшно. Потом Всевышний говорит, а когда достигали суши, доплывал корабль, шли, делали щирки, делали Аллаху, предавались товарищи, опять поклонялись идолам.